Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградую, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградарий, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Во имя, Сыне и Сыне и Святой Бедуга. С воскресных праздничек, Кемова Сергеевича, поздравляю, дорогие братья и сестры. Неделя 13-й, победитель десятницы. И только что вы благословились у иконы праздника, который сегодня был отданем праздника, преображением Господня. То есть Господь наш Иисус Христос не только своим ближайшим ученикам, но и нам с вами, христианам последних времен, и тех, может быть, если Богу будет угодно, которые после нас придут в храмы Божии, Он показал, что Он не только Сын Человеческий, но Он показал Своё Божественное естество. То есть в одном Господе нашем Иисусе Христе был Сын Божий и Сын Человеческий. Так что еще раз сердечно всех поздравляю с праздником Преображения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, сегодня большой праздничный день для нас с вами, белорусов, ибо сегодня мы почитаем Ихону Божией Матери Минской. И сегодня большая служба, конечно, в Минском Капитеральном Соборе. Это чудотворная икона. Наверное, многие текали к ней в свое время, многие получали ответ и помощь от Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы по молитвам перед этой иконой. Ну и еще, родные мои, сегодня прибывает тоже в Минский Кафедральный Собор копия иконы Жировицкой. И вот с этого дня мы можем в Кафедральном Соборе поклониться иконе Божией Матери Жировицкой в течение некоторого времени она будет пребывать там в Кафедральном Соборе. Наши и другие священнослужители Минской Пархии будут совершать молебны и аркафисты перед этой копией иконы Божией Матери Жировицкой. Так что тоже есть возможность поклониться и помолиться перед этой иконой. Дорогие братья и сестры, на следующей седмице, во вторник, с пением Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Пресны Девы Марии. Это радостное событие для нас. Люди неверующие, они удивляются, как можно называть праздником смерть человека. Но мы-то знаем с вами твердо, мы знаем об этом реально, совершенно, что Пресвятая Владычица Наша Богородица, и, в общем-то, и сам праздник-то называется успением, то есть засыпанием, она заснула просто. Она перешла из одного состояния в другое. Она из мира дольнего, нашего, физического мира, перешла в мир горний. И почему это очень важно для каждого из нас с вами, родные мои? Да, когда Пресвятая Владычица Наша Богородица была на земле, она могла помочь и выслушать нужды одного, двух, трех человек. А сейчас, родные мои, вот в эту минуту к ней молятся миллионы людей на всем земном шарике. Миллионы. И она слышит каждого, ибо вот это состояние, как бы ограниченное нашей физической плотью, разрешилось. И она сейчас действительно имеет возможность слышать любого человека, который в любое время и в любом месте возносит прошение и молитвы к ней. И, родные мои, а почему столько разных икон, много? Вот в нашем храме, смотрите, сколько икон. Престол Лады Ильича Нашей Богородицы. Мы почитаем икону Минской Божьей Матери сегодня. А в пятницу почитается икона Божьей Матери Всецарица. Хотя, если мы посмотрим церковный календарь, каждый день есть почитаемая икона Божьей Матери. А то не одна, а то несколько икон. Но почему я Всецарицу вспомнил, это наши родные мои, один из приходов в Минске, как раз и носит имя вот этой иконы Божьей Матери Всецарица. Сейчас наши братья и сестры, прихожане этого храма, они молятся на Грушевке, кто знает, в частном доме, может кто-то там бывал у них. Но уже начал строиться величественный большой собор, иконы Божьей Матери Всецарица. Поэтому, я думаю, от всего сердца мы с вами поздравим наших братьев и сестер, вот прихожан этого удивительного храма. Итак, во вторник, успение Престол Лады Ильича Нашей Богородицы, призна Девы Марии. В нашем храме здесь будет служиться две возрастные притургии ранние в 7, поздние в 10 и накануне в 18.00 всеночное бдение. А вот в среду, дорогие братья и сестры, церковь поминает событие перенесения образа нерукотворного из Эдессы в Константинополь. Это произошло все в 944 году. Мы с вами знаем, что из священного предания, и даже не священного, наверное, просто из предания, мы с вами знаем, что вот эту историю про педесского князя Афгаря, который болел проказой, который очень страдал, и слух о том, что появился в Иудее удивительный человек, который исцеляет неисцелимо больных, в том числе и прокаженных, конечно же, дошел. Вот этот город Эдесса, он находится в Сирии. И вот тогда этот благочестивый и страдающий князь, этот человек, он послал своего слугу, своего раба, пригласить Господа Иисуса Христа, Иисуса Христа, Иисуса из Назарета, к Нему в Эдессу. Но тоже предвидел, что, может быть, Иисус из Назарета, Он может отказать прийти, может, у Него и времени нет и так далее. Мы-то понимаем с вами, что как раз в последнее время пребывания Господа на земле уже приближались Его крестные страдания и Голгофский спасительный подвиг, но Он послал раба, который был художником искусным. И вот этот раб, Он попросил Его, чтобы Он изобразил, сделал портрет Иисуса из Назарета. Ну, вот этот раб пришел, конечно, Господь окружен всегда был людьми многими, но Он там как-то подсматривал, пытался написать, ничего не получалось. Ничего не получалось. И вот здесь я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, удивительное в этом событии, что не получалось его нарисовать, ничего нет. Вот я вам свидетельствую, что однажды когда-то к нам пришла, в наш приход пришла икона с частицей мощей одного из святых. И обычно мы перед тем, как изнести для поклонения верующим на центр храма, мы вложим на престол икону, потом все с благоговением выходим и поклоняемся иконе. А я тут решил как бы увековечить в истории этот удивительный момент. И у меня был фотоаппарат, хотя этого нельзя делать. Дело в том, что настоятель должен вести книги, до революции так оно и было, вести книги истории прихода. Все, что не случалось в приходе, все заносилось в книге, это все осталось, если не погибло в пламени гражданской войны. Ну а сейчас времена иные, сейчас компьютер, пожалуйста. И вот я стою и вот здесь вот подхожу к престолу и фотографирую. А фотоаппарат сломался, а не работает. Я опять щелкаю, щелкаю, ничего не работает. Я тогда наконец до меня дошло, что происходит. Я тогда пошел в самый край туда, в алтаря, и наших алтарников сфотографировал. Прекрасно получились наши боевые ребята, прекрасно получились. Я думаю, ну ладно, сейчас еще раз попробую. Подошел к престолу, ничего не получается. Не угодно было Господу, чтобы вот это было сделано. То же самое неудивительное то, что произошло с этим художником, посланным из Эдессы, почему он не изобразил Господа Иисуса Христа. Но потом все стало ясно. Господь откликнулся на просьбу князя и омыл лицо водой, взял ему далее плат, такой из полотенца. Он отер лицо свое, и там изобразилась как раз эта удивительная икона. Родные мои, почему она удивительная? Да потому что она первая икона, первая икона, которую сам Господь наш Иисус Христос соорудил. Он сам соорудил икону. И мы ее почитаем, потому что и здесь у нас на иконостасе, вот он образ нерукотворный. Это чудо, которое совершил Господь наш Иисус Христос. И когда мы выходим из нашей церковной территории, там через звонницу, там же тоже образ нерукотворный. То есть мы молимся, получаем благословение от Господа, покидая дом Божий, церковную территорию, мы выходим в мир и просим благословения Господа о Его помощи в нашей мирской жизни. Ну вот, такое событие. Ну а дальше что получилось? Действительно, он получил облегчение от того, что он облабызал вот этот образ. Но Господь сказал, что придет ученик к нему в Эдессу, в его княжество это маленькое. Действительно, апостол Фадей, когда пришел и когда крестил князя, то он очистился и абсолютно выздоровел. Удивительно, что это маленькое княжество, оно является первой христианской страной в истории. Все-таки так говорится о том, забывая об этом событии, об этом маленьком княжестве, которое действительно стало христианским, наверное, первым оно. Ну а затем эта икона, ну вот этот образ нерукотворный, он помогал Эдессе. Много раз враги подходили, хотели захватить город, но благодаря вот заступничеству Господа через эту икону ничего не получалось. Ну а затем, как вы сами знаете, что сарацины захватили Малую Азию, и потом они уже и Палестину, и Сирию, и все эти земли захватили. И когда они это захватили, действительно, то тогда император Роман Византийский, он стал упрашивать султана, чтобы он отдал ему эту святыню. Самое интересное, что христиане эдесские просили султана не отдавать Константинополь эту икону, но покупка была сделана. Большие деньги были даны, и султан отдал вот эту святыню. Вот в 944 году она была принесена в Константинополь и положена в церковь Престополе Владимирской Нашей Погородицы. Это будет событие в среду. Ну а сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами слышали евангельское чтение, притчу о злых виноградарях. Мы знаем эту притчу. Эту притчу Господь, в общем-то, обратился с этой притчей к начальникам иудейским, фарисеям, саддукеям, законникам, книжникам, священникам и даже первосвященникам. Он для них эту притчу сказал, хотя мы прекрасно понимаем, что Господь, будучи на нашей земле, ни одного праздного слова не сказал. То есть все его слова, они не замыкаются ни временем, ни какой-то территорией, они вечны, и они касаются каждого из нас с вами. И нас с вами, христиан, которые сегодня живут, и те, которые после нас будут, и перед нами жили. Это касается притча, конечно, каждого из нас с вами. Почему Господь обратился с этой притчей к этим людям, начальникам духовной жизни иудейского народа? Несколько дней назад Господь торжественно вошел в Иерусалим. Асана, Вышний, благословен, гряду его имя Господне. Асана, сыну Давидову. Вот это подпостилали одежды своей перед осликом, на котором Господь въезжал в Иерусалим, пальмовые ветви бросали. Мы все это знаем. Приближалась Пасха иудейская. Масса народу была из рассеяния. То есть обязательно все иудеи собирались в большие праздничные дни, чтобы поклониться Господу Богу единому в Иерусалимском храме. Тоже, почему Моисей установил так, что был один храм. Родные мои, если было местопоклонения несколько, то могло случиться то, что иудеи впали бы в многобожие. Потому что все языческие народы, которые их окружали, они были язычниками, многобожниками. Вот почему пока что был один только храм, одно местопоклонение. Мы помним, что женщины-самарянки, Господь сказал, что придет время, уже приходит время, когда будут поклоняться в духе и в истине. Не в каком-то одном месте, в духе истины, в любом месте. Хоть в лесу, хоть дома и так далее. Вот тогда собралась эта масса народу. Они спрашивали у местных жителей, а чего вы так вот встречаете этого человека? Кто этот человек? Почему вы его встречаете как царя? Вот тогда они сказали, что это удивительный человек, который явно имеет дары от Бога. А в принципе, они уже многие подошли к тому, что это и есть тот мессия, которого они ожидали. Потому что те чудеса исцелений, которые Господь творил на этой земле, они невозможны просто. Только Бог мог это сотворить. Ну и кроме того, всех тогда поразило, как мы с вами знаем, это то, что Господь воскресил Лазаря, то есть человека, который четыре дня уже был в угробе, и тело его начало тлеть. Вот так говорили местные жители, вопрошающим их иудеям из рассеяния. И вот эта торжествующая толпа людей, восторженных, они все пошли за Господом, они все вошли в Иерусалимский храм. Что там Господь сделал? Он опрокинул столы миновщиков денег, те, кто продавал там голубей, там и тому подобное. Храм мой дом молитвы наречится, а вы превратили его в вертеп разбойников. Конечно же, мы с вами понимаем, что возмутились и священники, и там первосвященники даже сказаны были, и остальные, начальники иудеевские. Как смел какой-то человек нарушить тот порядок, к которому они уже привыкли. А ведь раньше этого не было. Моисей не так установил. Действительно, это был дом молитвы, и только лишь. Как приносились жертвы? Обязательно человек сам, сотворив какой-то грех, должен был или возблагодарить Господа, потрудиться. То есть, либо поймать силки этих птиц голубей там, или, если грех большой какой-то, или радость вебелия, то тогда агнца, причем лучшего, самого здорового агнца. А как жили тогда люди, вспомните? По истории мы с вами знаем. Вместе с животными грелись зимой друг от друга. То есть, а вы представьте себе дети. Конечно, там ягненок этот был уже членом семьи. Мне не надо говорить, те, кто имеют собачку или кошечку, знают, что это член семьи уже становится. То есть, и тогда представьте себе, что нужно было принести в жертву этого любимчика. Это была трагедия. Они прочувствовали, вот, действительно, иудеи, которые приносили эту жертву, вот, тяжесть ее, трудность ее. А что было уже во времена, когда вынужден был Господь Бог, Господа Иисуса Христа, послать на эту землю. А уже все было удобно. Взял карман, денежки, пришел там, что-то надо разменять, или этот разменяли. Удобно очень. Купил, отдал, все, пошел. Времени не надо затрачивать никакого. Очень удобно было. И вдруг, вот, этот Иисус из Назарета все это там разломал, разбурил. Конечно же, возмущение большое. Уже к этому порядку привыкли. Вот к этому упадническому состоянию. Потому что не жертвы хочу Господь. Понимаете, действительно, получается, что утрачено самое главное. Еще псалмопевец об этом напоминал, и пророки об этом говорили. Смотрите за сердцем своим. Мне не нужны ваши все сожжения. Сердце сокрушенное, смиренное. Дух сокрушенный. Вот что мне нужно. То есть, ваше внутреннее состояние мне нужно, Господь Бог говорил. И через псалмопевца, и через пророков. А здесь уже только формальное исполнение. Почему это случилось? Вот на следующей неделе мы с вами будем разбирать еще одну притчу, которую Господь... Он несколько притч, три притчи сказал в этот день. А та притча о званых на брачный пир. Помните? И там названа четко совершенно причина. По какой причине поиски царства, невестной правды и его, о чем говорил Господь, которое должно быть на первом месте, оказалось на втором, третьем, а может на пятом месте. Потому что один купил волок. По-современному купил машину. Ну, куда там воскресенье, там машинка новая стоит, в церковь идти не надо, туда быстро ходить. Конечно, занят. А у другого свадьба, это вообще здорово, да? Или землю купил и так далее. То есть, мирские, мирская жизнь, она просто-напросто умолила веру в Бога. То, что вера в Бога и как бы жизнь ради Бога, она ушла в ряд вот этих мирских каких-то дел, в чем я еще раз повторюсь, не только, может, не на второе, третье, а может, на пятое и десятое место. Вот что случилось. Но Господь все-таки, когда на второй день Господь опять пришел в Иерусалимский храм, опять много людей было, но уже поменьше было людей, вот тогда осмелились, помните, тогда иудейские начальники, они Господа спросили, а кто тебе власть такую дал, что ты так себе ведешь, что ты вот взял, разбурил все в храме? Кто тебе наделил властью такой? Откуда у тебя такая власть, чтобы это творить? Ну, Господь, помните, понимая, что они искушают Его, что они уже ищут, как схватить Его, Он очень мудро ответил. А вы мне тогда ответьте на вопрос о крещении, о котором крестил Иоанн Креститель. Оно от неба или от человека? Ну и все. И они побоялись. Если скажем, от неба, так почему же не приняли? А если от человека, то боялись людей, которые почитали Иоанна Крестителя величайшим пророком. Они почитали люди Иоанна Крестителя. Ну, не можем, не знаем, не можем ответить. Ну, и я вам не отвечу, тогда Господь, помните, сказал так? И все-таки тогда обратился с этими притчами, тремя к ним. Для чего? Потому что Господь, наш Иисус Христос, Он пришел не праведников спасти, а грешников привести к покаянию. То, что эти люди, духовные руководители народа, от них многое зависело. Ведь Господь говорил о том, что вы вожди слепые. Слепые. Как может слепой поводырь, куда он может слепых людей завести? Только в погибель. И Он обратился к ним, вот с этими притчами, чтобы они уразумели их положение, потому что положение их было очень, очень и очень плохое. О чем говорит сегодняшняя притча? Помните, да? То есть, хозяйственный человек насадил виноград, огородил забором, точило, то есть, место, где выжимает сок, сделал, организовал даже башню, забор для того, чтобы животные там не вытоптали, не повредили виноградник, а башня сторожевая, чтобы воры не проникали и так далее. Все сделал. Он обеспечил их жильем, конечно же. Они кушали, питанием были обеспечены. Все было сделано для того, чтобы единственное, что они должны были делать, это в свое время плоды вот этих своих трудов, отдавать господину. Вот такая в кранце притча. И мы с вами понимаем, что имел здесь Господь наш Иисус Христос. Он говорил им, что они и есть эти, те, кто трудились на винограднике, вот эти руководители духовной жизни иудейского народа. Это они и есть. И когда Господь, чтобы вот эти плоды, плоды веры, плоды жизни духовной, вот что мы должны приносить Господу Богу, хозяину, который все для нас сделал, и виноградник, и все-все-все-все для нас устроено. Только плоды веры, достойные плоды покаяния должны приносить и так далее, и так далее. Они захотели. Вот Он послал Господь Бог, пророков, да, в данном случае рассказано, что слух своих, да, в этой притче. Что сделали, делали с пророками иудеями? То есть, кого камнями побивали, кого убивали, кого там избивали и тому подобное. Следующих еще большее число послал, то же самое. Хоть сына устыдятся, пошла, послал сына своего. Ну, вот та же ситуация. Вот я перед вами стою, ведь вы ждали Мессию. Ведь каким образом можно было бы точно знать, Мессия это или нет? Это, во-первых, слово, которое Он принес, оно было силой, но оно силой, вы же это сами констатили, вы слышали это слово. Все чудеса, которые Я творил, вы же видели их. Никто не может, только Господь Бог может такие чудеса творить. Почему вы не приняли Меня как сына? И более того, Господь даже предсказал о том, что Его и убьют. Но тут вот сегодняшняя Евангелие как раз кончается Его словами о краеугольном камне. То есть они отвергли, строители отвергли, как я сегодня сказал Господь. То есть краеугольный камень, спасительный камень. Что это за краеугольный камень? Вы сами знаете, что если вот эта арка, которую мы построили с вами, как она строится? Вот кирпич ложится, ложится. Как она будет, эта арка, держаться? То есть если вот этот неровный, некрасивый краеугольный камень, то есть замок называется у строителей, сверху поставят. Вот тогда эта арка никогда не разрушится, она будет стоять крепко. Если ты вытащишь это, все это рухнет и тому подобное. Вот они отвергли этот краеугольный камень, то есть Господа нашего Иисуса Христа. Господь к ним обратился для того, чтобы опомнились и все-таки шли ко спасению. Как нас эта притча касается? Это то же самое, родные мои. Это Господь устроил для нас этот виноградник, вот здесь изливается его благодать, и Он приглашает нас с вами на этот брачный пир. Единственное, что мы должны, принести достойные плоды покаяния, достойные плоды своей веры. Мы это должны сделать. Что такое вот этот забор, которым обнес виноградник или храм свой Господь наш Христос? Это заповеди Божии. Вот эти заповеди Божии, это ограждение нас от того, чтобы мы оступились и погибли. Это ограждение наше, это помощь нам, заповеди Божии. Да? Вот это точило, которое там сок выжимает, это все таинства, которые в церкви. Господь установил церковь для того, чтобы нам помогать, ибо ничего невозможно человеку. Только с его помощью. То есть, которую он изливает через церковь свою. Вот это можно и получить. Вот эта башня, которую Господь поставил, чтобы нас охранять от различных искушений, это и есть церковь. Итак, заповеди, таинства церковные и сама церковь, которая является столковным утверждением этой истины. Вот как святые отцы говорят об этой притче. Это то, что касается нас с вами и тех христиан, которые будут после нас. Вот такое сегодняшнее Евангелие мы с вами слышали, дорогие братья и сестры. Притекаем к Господу в молитву, к Пресвятой Владычице Богородице, к многочисленным ее иконам, для того, чтобы действительно помогали нам идти этим спасительным путем. Ибо очень тяжело им идти, очень тяжело им идти. Вот сейчас пускай каждый из нас идет и вспомнит, как здорово мы провели Успенский пост. Как хорошо у меня все получилось. Ну, если у кого-то так действительно получилось, слава тебе, Господи! Молодцы! Ну, а некоторые расстроятся, но не надо расстраиваться. Господь видит наши слабости, Он нас любит, мы на это надеемся. Поэтому просим прощения, Господи, прости. Покаяние, покаянное чувство, это самое главное чувство, которое ведет к нас к спасению. Поэтому, если у нас есть это, осознание того, что мы слабые, что мы ничего не умеющие и недостойные ничего и любви Божией, вот это и есть состояние такое, на которое Господь откликается. В немощи наша сила, сказано, в немощи наша сила. И нездоровый имеет нужду врача, правильно? Ну, больные мы, 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 больные, слабые, немощные мы имеем. И Он ради нас и пришел. Именно ради нас, грешников, плохих людей. Потому что все эти вот великие люди, там, духовные отцы, руководители народа иудейского, где они оказались? А мы знаем окончание притча в брачном периоде. Что там получилось? Послал Господь своих учеников к самым плохим. Как апостол Павел говорил, сколько у вас образованных, сколько у вас знатных, среди христиан единицы были. Ради простых нас, людей, которые просто живут. Да, действительно, жизнь тяжелая. Так Он и пришел в нас ради человека, нас ради вот таких плохих, нерадивых людей. Единственное, еще раз повторяю, каемся и просим прощения Господа за предательство, которое мы постоянно относимся к Нему с предательством. Спаси и сохраним вас Господь. Спасибо. С помощью Божьей всем.